Якутия. Огромный, загадочный край. Прекрасная природа, практически нетронутая человеком тайга, бескрайняя тундра, горные хребты, песчаные дюны, большие и малые реки, бесчисленное количество озер – все это может привлечь туристов из разных уголков России и мира. Туризм в Якутии только начинает развиваться. Главным фактором, который может на корню загубить любой самый привлекательный туристский проект, является недостаток о местами и полное отсутствие нормальных дорог. Одна из самых известных достопримечательностей Якутии – Ленские столбы. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО – природный памятник кембрийского периода, хранящий информацию о древнейших формах жизни, предшественниках всех современных организмов. Ряд необычной причудливой формы скал тянется на протяжении 40 километров вдоль правого берега красивейшей реки Лены – главной водной артерии Якутии. Люди, увлекающиеся эзотерикой, считают эти скалы местом силы. Чтобы полюбоваться ленскими столбами, находящимися в 200 километрах от столицы республики, туристу нужно выложить 10-12 тысяч за круиз на комфортабельном лайнере по реке Лене. Второй вариант – ехать на автомобиле по дороге, из которой заасфальтирована только часть пути. Потом туристам надо пересесть на моторные лодки и проехать еще полчаса по реке. В среднем это занимает в зависимости от скорости авто и состояния дороги 5-6 часов. Обычно на осмотр ленских столбов с обрядом, подъемом на смотровую площадку и спуском уходит около 3 часов. Учитывая то, что на самих ленских столбах нет гостиницы, туристам нужно успеть вернуться в Якутск. В итоге получается так, что гости, проведя 10-12 часов в пути, возвращаются очень уставшими. Если для местных жителей трястись много часов в машине – дело привычное, то для приезжего человека такое испытание порой становится шоком. Между тем, по пути к ленским столбам имеется несколько сел с самобытной культурой, где туристы могут ознакомиться с бытом местных жителей. Этнографы называют территорию Хангаласского улуса этнокультурным перекрестьем наций. Здесь на протяжении нескольких веков проживают бок о бок кочевые эвенки, скотоводы Саха и потомки русских ямщиков и пашенных крестьян. Сейчас во всем мире развивается сельский туризм или агротуризм, при котором туристы проводят некоторое время в сельской местности, проживая в домах сельчан. Такой вид отдыха очень привлекателен для людей, жаждущих прикоснуться к природе, подышать чистым воздухом и увидеть жизнь местного населения изнутри, познакомиться с традициями и обычаями. Полевой школой при Якутском отделении Русского географического общества в этом году впервые решено было провести агротур с участием слушателей арктической летней школы студентов из Кореи, Германии, Японии и Аргентины. В программе этой школы уже было запланировано посещение Ленских столбов. Мы выбрали село Чкалов, расположенном на большом острове Тит-Ары на реке Лена, по нескольким причинам. Это выгодное географическое положение, отсюда полчаса езды на моторной лодке до главной турбазы Ленских столбов местности Лабыдья. После пятичасового путешествия на автомобиле гости имеют возможность отдохнуть, чтобы утром с новыми силами продолжить путь и прибыть к конечной цели бодрыми и свежими. Обособленное положение позволило сохранить в Чкалове самобытный уклад жизни якутского села, основным занятием которого является скотоводство. Местные жители могут угостить гостей традиционными блюдами якутской кухни, показать, как они ухаживают за скотиной, косят траву. Жители села очень активны, здесь бережно хранят традиции, народные промыслы, культуру народа саха. Село Чкалов является родиной братьев Ксенофондовых, людей, которые в начале 20 века стояли у истоков якутской науки. Итак, учитывая все это, мы обратились к администрации села и были очень рады, когда встретили большую заинтересованность. Практически все жители села, особенно молодежь, приняли активное участие в организации, как мы назвали, мини-тура «Знакомство с бытом народа саха». Знакомство иностранных туристов с сельским бытом началось уже с берега. Трансфер организовали на тракторе с прицепом. Первая остановка на мемориальном комплексе семьи Ксенофонтовых, где гостям рассказали о своих знаменитых земляках, познакомили с историей села. Затем ребят повезли на пикник в удивительно красивое место с видом на ленские столбы. На месте их уже ожидал горячий полевой обед, якутские песни под гитару. Общие игры, организованные местной молодежью, быстро стерли языковой барьер. Вечером всех пригласили в культурный центр села. Здесь туристы посетили музей. Местные школьники показали гостям жанры якутского фольклора. Мастерицы Ичкалова продемонстрировали великолепную коллекцию зимних национальных костюмов. А также предоставили возможность гостям сфотографироваться в них в подготовленной фотозоне. Гости пришли в восторг от примерки и удивлялись тому, насколько теплую и тяжелую одежду приходится носить якутским женщинам зимой. В конце программы пригласили всех на круговой танец осохой. Завершилось все зажигательным хеджем. Заселились туристы в домах гостеприимных чкаловцев. Здесь их ждала самая интересная часть тура – знакомство с бытом якутского села. Девушки поучаствовали в вечерней дойке коров. О ночной улице села мы встретили Сабин Ли из Южной Кореи, который катался на мотоцикле со своими новыми друзьями. Спросили, как впечатление. Очень мне нравится в общем Якутия, потому что я не ожидал. Я думал, знаю Россию, оказывается, я не знаю Якутию. И здесь все классно, потому что люди как-то по душе близко, кажется. Ну, мне очень нравится Сюэгэй. Сюэгэй. Настоящий Сюэгэй. То, что я не могу попробовать следующие пять лет, наверное. Затем гости допоздна отплясывали на стихийно организованной местной молодежью дискотеке. Восемь часов утра. Отовсюду тянутся к маслобойному цеху сельчане. Здесь сдают излишки молока. Можно купить по сходной цене масло, свежайшие сливки. А для туристов утро началось с мастер-класса по Казьбе. Параллельно к земле. Параллельно. 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 Вот и пришло время покидать гостеприимное село. Дальше ребят ждут знаменитые еленские столбы. Наши гости полны впечатлений. До приезда в Якутию я знал о нескольких людей, живущих здесь. И первое впечатление о них было то, что мы с ними похожи по культуре. После приезда я увидела людей, культуру, быт. Я поняла, что мы очень похожи. Я чувствую себя как дома. Что вам понравилось в деревне? Мне очень понравилась еда, потому что она очень вкусная, натуральная. Очень вкусная. Люди, мне кажется, очень открытыми. Очень любят познакомиться с людьми. Довольно хорошо знают английские молодые люди. И хотят общаться. Тоже дети очень такие любопытные. В Чикалу мы проводили очень мало времени. Это мне очень грустно, потому что для меня это был самый главный час. В летной школе поехать тоже в деревню и узнать, как люди живут. И встретили очень хорошо. Вот, например, у нас был этот пикник. На берегу, конечно, очень впечатлилась. И да, очень приятно было. А что вам не понравилось? Что мне не понравилось, что времени было мало. Это мне не понравилось. До приезда в Якутию я знала, что здесь холодно. Я знала, что Якутия находится на территории Российской Федерации. Я видела фотографии разных зданий. Когда я приехала сюда, это было лучше, чем то, что я ожидала. В деревне мне понравились люди, их доброта. Еще мне понравилось то, как они тут живут, в таком трудном климате. Однако они все равно счастливы. Единственное, что мне не нравится, это комары. До приезда в Якутию я знала о вечной мерзлоте, потому что это тема моего исследования. Я знала немного историю. Но только по приезду сюда я узнала обо всем в деталях. И это очень интересно. В Чикалове мне нравятся люди, их образ жизни, как они совмещают традиции и современность. Здесь есть телевидение, интернет и другие удобства жизни. Также нравится связь людей с природой, как они живут в мире, как единое целое. В одном туристы едины. Все они заявили, что времени в селе провели очень мало. Им хотелось бы остаться здесь подольше. Но программа у них плотная, и ребята с сожалением покидают гостеприимный берег. С радостью можем сказать, что первый опыт организации сельского туризма для группы иностранных гостей стал весьма успешным. Конечно, мы очень гордимся, что благодаря профессионализму наших преподавателей, сотрудников, волонтеров, студентов программа получилась очень насыщенной, интересной. Тур охватывал разный вид транспорта и на автобусе, и на пароме, и на лодках, моторках. И вот эти точки посещения села, чкалов, ленских столбов нашего национального парка, они, конечно, оставили самые яркие впечатления у участников арктической нашей летней школы. Мировая практика показывает, что там, где развивается сельский туризм, улучшается инфраструктура, поднимается экономика сел, и в конечном итоге люди начинают жить лучше. Хангаласский Улус обладает не только уникальными природными объектами, но, как показал наш опыт, здесь есть большой потенциал для формирования сельского туризма. Редактор субтитров А.Семкин